После постройки и заселения нескольких высотных домов в реке НСО-2 у жителей соседней улицы 2 Никольской возникли проблемы с канализационным коллектором. Он перестал нормально работать с увеличением нагрузки на местную канализационно-насосную станцию. Нечистоты стали выходить на поверхность, а во все округи появился стойкий запах канализации. Мы не можем выйти во двор, особенно когда жара стоит. А сейчас в данный момент всякие болезни, просто страшно становится. Вот эта грязь, вот этот запах, не откроешь окно. У нас вот спальня выходит туда, понимаете. Невозможно. Утром просыпаешься, даже иногда тошнота такая. Нечистоты из коллектора стекают в протекающую рядом некогда чистую речушку. Зарезкий запах местные жители называют ее теперь негодяйкой. Сильный запах канализации выгнал из окрестностей даже бомжей. Зато расплодились крупные мухи. От очистки русла речки отказались привыкшие ко всему гастарбайтеры. Плохо и то, что негодяйка впадает в Синиш. Доклад о проблемах с канализованием в Рекенцо-2 прозвучал на совместном заседании районной общественной палаты и городского общественного совета. Заселится сегодня Рекенцо-2 полностью, все квартиры. Это будет порядки там где-то до 10 тысяч человек. То насосная станция, которая стоит в следующий день, она просто уже будет вырабатывать полностью. Не полностью вообще не справится с тем, что нужно. И все потечет просто в озеро Синиш напрямую. По заверениям руководства города, в ближайшее время проблемы на КНС в Рекенцо-2 должны быть решены. В настоящее время на станции заканчиваются ремонтные работы, на которые было выделено свыше 800 тысяч рублей. Но если у жителей микрорайона и соседних улиц останутся жалобы на работу канализации, они могут обратиться в городскую администрацию. Юлия Беспалько, Дмитрий Маракасов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».